Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, специально в выпуске рубрики «Современная классика». Так же, как и в предыдущем, этот выпуск будет посвящен творчеству французского шахматиста, ныне номер два в мировом рейтинг листе, Максима Вашейлограва. Как вы, может быть, помните, в предыдущей разобранной мной партии Вашейлограв крал чёрными против Фабиана Корони и одержал блестящую победу в очень динамичном стиле в варианте Найдерфа. Партия, точнее фрагмент партии, который мы разобрём в этом выпуске, относится к значительно более раннему периоду в, скажем так, шахматном развитии Максима. Партия была сыграна в 2007 году в Экс-Лебене в Чемпионате Франции. Вообще, Вашейлограву в тот момент было всего лишь 17 лет, а его соперником в этой партии был достаточно сильный французский гроссмейстер Роберт Фонтен. У обоих соперников на момент партии рейтинг составлял примерно 2600. То есть уровень весьма приличного гроссмейстера. Ну, с другой стороны, конечно, с уровнем элиты топ-10 тоже сравнивать силу этих шахматистов на тот момент нельзя. Фонтен играл белыми, и в этой партии случился ленинградский вариант голландской защиты. Вообще, Вашейлограв достаточно рано пожертвовал качество. Ладью за чернокольного стола. Получил достаточно сильную инициативу, с другой стороны, ничего конкретного не было. И вот, как Вы можете видеть, позиции на диаграмме у белых по-прежнему личное качество. У черных нет конкретных выбросов, но их давление на королевском фланге достаточно неприятно. Компьютер оценивает эту позицию как совсем небольшой перевес у белых после любого нормального хода, например, после хода конь-с2. Но явно Фонтену не нравилось то, как развивалась эта партия. Понятное дело, что на протяжении многих ходов защищаться даже при лишнем материале не очень приятно, а он решил кардинально изменить рисунок борьбы. Наверное, объективно, ход G4, который был сделан в этой партии, сомнительный. Но он поставил перед Вашейлогравом свежие проблемы, которые, однако, тот решил просто блестяще. Белый подрывает пешечную цепочку. Черных, понятное дело, что игнорировать этот флак нельзя, но на G4 приходится брать. Здесь выясняется основная идея белых. На кончик-4 следует конь F5. Теперь, когда черный конь ушел с F6, слон на D7 не защищен, и это вскрытое нападение. На GF или на ферзь BF5 поставил ладья бьет D7. Поэтому черные должны брать слону. После слона F5 белые начинают ладья D5. Очевидно, что уже здесь Шейлограв видел контуры своей предстоящей матовой атаки. Поэтому думаю, что на ходу F5, который последовал партию, он размышлял не очень долго. Однако, справедливости ради, надо отметить, что у черных были более спокойные методы ведения борьбы. Здесь можно было сыграть ферзь BF8. Настоящую секунду у белых не хватает материала, то есть им надо принимать какие-то активные действия немедленно. Ну и, казалось бы, напрашивается ладья F5. Тогда после же F5, конь F6, слон Е4. Да, у белых есть компенсация за пожертвованную фигуру. Две пешки, неплохая активность по белым полям. Но достаточно ли эта компенсация? Не совсем очевидно. Скорее, нет, чем да. Поэтому вместо ладья F5, объективно сильнее слон Е4. И уже здесь, после конь F6, ладья F5, уже F. Разница в том, что здесь белые не обязаны обратно F5, а могут взять слону на B7. И вот эту позицию можно отренить как неясно. Но все-таки у белых уже две пешки за фигуру. Скорее всего, потеряется третья, и инициатива по белым полям достаточно сильна. Ну, конечно, уход, избранный молодым гранцузским шахматистом, значительно сильнее. В партии поставил отрезбел D5, С, Д, слон Е5. Как мы можем видеть, у черных всего лишь две фигуры за ферзя. Но нищаем практически обеспечено, потому что белые должны сейчас так или иначе отводить ферзя. На самом деле выбор не так уж и широк здесь у черных, ну, прощения, у белых только два хода, причем один из них очень слабый. Партия был сыгран на ферзг1, это однозначно сильнейшее решение. Но на ферзг5 последовало бы примерно то же самое. С, н2, н2, н1, ладья F8. Здесь в черзг5 расположим плохо, его довольно тяжело убрать из-под угрозы скрытого, скрытого шага, поэтому здесь у белых проблема. Вот черт С1 значительно сильнее, сюда поставил слон H2, как у ЛНH1, как у ЛНH8. Черные заряжают батарею, у белых нет никакой возможности уйти из-под вскрытого шага слона. Другое дело, что сам по себе этот скрытый шаг не настолько опасен. Понятное дело, что черные практически в любой момент здесь могут сделать ничью, но очевидно, что у Максима были совершенно другие планы, по крайней мере, на этой стадии партии. Черные грозят ходом слона F4 и шаг выиграть ферзя, белым надо что-то делать с этой грозой. Также в случае отхода ферзя на какую-либо откровенно пассивную позицию надо считаться с идеей Е3, после чего на ФЕ всегда может последоваться слон F4 и шаг, как уже один слон Е3 с побед. Поэтому у белых не такой широкий выбор. Так, вот здесь вот Роберт Фонтенцерал Ферзь С4. Объективно этот ход не ошибка, позиция остается равной, но значительно сильнее был простой ход Е3. Таким образом слон F4 перестает быть угрозой. Черные могут дать вечный шаг прямо сейчас. Могут сделать в принципе любой разумный ход, помимо отскока слона, то есть вплоть до B5 и A5 позиция остается равной, но каких-либо возможностей нарастить давление здесь не видно. Дело в том, что в принципе практически все фигуры черных уже работают на максимуме своих возможностей и атаковать попросту больше 3 нечем. То есть скорее всего сыграй Роберт Фонтене Е3, максимуму пришлось бы форсировать ничью. Но белые сыграли Ферзь С4, в принципе малая вероятна, что Роберт в ходах Ферзь С4 пытался играть на победу, потому что черные всегда могут объявить вечный шаг. Максим один раз повторил позицию, но после короля Ш1 предпочел не мириться с ничьей, сыграл B5. Дело в том, что единственная разумная попытка игры на победу за черных может быть и связана с ходом Е3. К сожалению, если сыграть Е3 сразу, то черные не выигрывают. То есть у белых единственный ход слон Ф3. Теперь когда появляется поле Ж2, черные должны здесь фоксировать события, должны брать на Ф2. Но, опять же, ход B5 возможен, но он приводит примерно к тому же, что могло бы произойти и в партии. Об этом чуть позже, но в случае кони Ф2, где Ф2, ЕФ, король Ж2, висит на Ф2, черные должны защищать. И в принципе эту позицию мы рассмотрим, скажем так, в варианте, которая возникает после следующего хода белых, потому что, в принципе, возможны различные перестановки ходов. Скажу только, что после король Ж2 белые здесь удерживают равенство, потому что на слон Ж3 последует король Ж3, а на слон Ж1 последует король Ф1. Ну вот, а в партии вообще лаграф сыграл B5, и здесь белые допустили довольно серьезную ошибку. Дело в том, что, понятное дело, что висит ферзь, и убирать его можно только на белое поле, в противном случае он попадет под скрытый шаг, поэтому у белых выбор настолько широк, в принципе, только ферзь B5 и ферзь C6. Один из этих ходов легко делает ничью, второй ход практически проигрывал, и в партии Фонтен не угадал. После ферзи C6 белые делали ничью, и сейчас покажу, в чем, собственно, заключается разница между этим ходом и взятием на Б5. Опять же, единственный шанс черных пытаться выиграть это Е3, белые отвечают, слон Ф3, конь Ф2, взяли-взяли, король Ж2. Ну, опять же, на Ф2 висит у черных, только два хода, которые позволяют здесь не потерять пешку, это слон Ж3 и слон Ж1. В случае, если черных и слон Ж1, то они даже рискуют проиграть, потому что белые просто бьют на С7. Кроль Ф8 играет на Кроль Ф1. И теперь на шаг на Х3 последует просто слон Ж2. Взятие-взятие, владея Х2 и белые просто убирают короля на Ф1. Черным фигурам явно не хватает координации. Но в случае более сильного 2 на слон Ж3, у белых есть несколько способов сделать ничью. Но самый простой это король Ж3. Черные проводят ферзя, но их король слишком слабый, после ФС7 получается ничья вечным шахом. Обратите внимание, что это стало возможным только потому, что черная пешка на С7 при проложении белого фигура на С6 оказывается под боем. То есть с белого фигура на Б5 никакого шаха на Д7, то есть на С7 и даже на Д7 не было бы, и в этом случае черного побеждали бы с лишним ладьей. Ну а партии получается, что белые дают вечный шах с 1-3 с полей, которые я подсветил красным маркером. У черного короля нет надежного пристанища. Таким образом сыграя ФС6, повторюсь, сыграя фонтен ФС6, повторюсь, партия закончилась бы в ничью. У последнего ФБ5, в принципе наверняка у белых был сильный цвет нот, и хватательная рефлекс преодолеть довольно тяжело. Но вход ФБ5 не проигрывает или, по крайней мере, ставит белых на грань поражения. Следовало Е3, слон Ф3, КНФ2, ЛДФ2, ЕФ, КЖ2. Ну и после ответа черный слон Ж1, обратите внимание по сравнению со всеми рассмотренными вебарантами, здесь большое отличие в том, что белые не могут забрать НЦС. Тем не менее, даже в этой довольно-таки отчаянной ситуации у белых все еще был шанс сделать ничью, но, конечно, разобраться в этой позиции за доской уже становилось крайне сложно даже для сильного гроссмейстера. Дело в том, что в позиции, которую вы сейчас видите на своих экранах, Роберт Фонтен сыграл ФРЦ6. Насколько я понимаю, все еще пребывая в уверенности, что ничью он делает. На самом деле, ХРЦ6 проигрывает, проигрывает очень некрасиво и эффектно. Но об этом чуть позже, а ничью, ничья белые могли достичь, сыграв в этой позиции король Ф1. Дело в том, что на слон штрих шаг поставили просто слон Ж2, и здесь белые даже побеждают. Опять же, на взятие ладья Ж2 белый король прячется и чувствует себя на Ф1 прекрасно. Поэтому черные обязаны были бы сыграть ладья Ж2. Среди слон штрих и слон Ж2 мат. Вот белые строго единственно, это слон Ж2, ладья Ж2. Я так думаю, что французский шахматист, играющий белыми, досчитал до этой позиции. И чисто по скажем так, внешнему впечатлению, пришел к выводу, что эта позиция за белых проиграна, но в принципе неудивительно. Положение короля на Ф1 выглядит совершенно отчаянным. Однако, как не странно, черная ладья на Ж2 мешает здесь черным нанести решающий удар. За белых ничью делает даже не один из разных нескольких ходов. Единственное условие, белые должны напасть ферзем на пешку С7. Например, ХРЦ4. В принципе, это самое. Делает дичуное более уверенно, потому что у белых есть еще дополнительная угроза скрытого шаха Д6. Чёрные должны создать угрозу мата, например, ладья Ж2. Здесь после Д6 короля Ф8. Кажется, что чёрный король прячется на Ф8 и чёрные уходят от вечного шока. Неожиданно выясняется другая более тонкая идея белых в этой позиции. Дело в том, что на короле Ф8 у них есть ход Ф4. Может быть, именно этот ход ускользнул от внимания игравшего белыми шахматиста, но после Ф4 неожиданно получается ничья. Потому что чёрный слон, который должен был наносить решающий удар, здесь связан. Чёрные обязаны делать ход королем, чтобы развязывать его. Ну и, например, после короля Е8. Любой ход на корейский фланг приводит к вечному шаху в более, скажем так, простой аранжировке. Ну а после короля Е8, Ф5, король Д7, Ф7, король Ц6, Ф7, король Д5, ФБ7. На пустой доске чёрный король явно не сможет спрятаться от вечного приставания белого ферзя, и здесь получается ничья. Тем не менее, посчитать все эти варианты, в частности, увидеть, что после Д6 шах, король Ф8, белые могут не искать какой-то шах, которого в этой позиции нет, а просто связывать слона, было довольно тяжело. Но ещё тяжелее было предугадать, что в главном варианте после ФРЦ6, ладья H2, белые получат мат не позднее седьмого хода. На короле Ф1, очевидно, следует слона H3, белые должны идти королеву вперёд. Ну и, скорее всего, именно здесь, Робера Фонтен ожидал неучтённый ресурс. Вообще, Лаграф сыграл Ф1, конь, и тем самым обеспечил этой партии место в данной рубрике, а также, я уверен, во многих сборниках лучших комбинаций 21 века. Ходы белых вынуждены. Белые сыграли король Ф4, ладья Х4, король Ж5. Я тоже не исключаю, что опытный французский шахматист досчитал в своих прикидках до этой позиции, и, действительно, у Чёрта всего лишь один способ выигрыша, но одного способа более чем достаточно. Последовало слон Е3 шах, король Х4, Ж5, король Х5, конь Ж3 шах, и здесь Фонтен сдался, не дав своему сопернику ставить вот такой вот красивейший мат. Я очень надеюсь, что вам всем понравилась концовка данной партии. На мой взгляд, она войдет в сокровищницу современных шахмат. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров.